привет всем с вами снова я макс и сегодняшним видео значит у меня будет краш-тест ламеллярного доспеха висбю швеция наш воевода храм уже будет рассказывать и показывать это все на деле так как это видео было уже снято летом на одном из фестивалей и он будет естественно комментировать весь процесс происходящий значит в этом видео наш клуб и решил военно-исторический клуб решил провести краш теста доспеха именно боевым оружием то есть мечи топоры копья стрелы ну и как говорится бонусом плюсом будет еще огнестрел в конце уже от стрельцов так что не буду много рассуждать об этом как говорится все остальное вы увидите в дальнейшем видео поехали мы здесь собрались теплой компании для того чтобы произвести краш-тест так называемого слова хотя его не люблю лобильярного доспеха на на сколько мы известно проводился такие же мероприятия по полной с клёпаной кольчугой со стягачем вот но насколько нам по крайней не известно с лавильярным доспехом это не проводилось поэтому будет интересно смысл конструкции в общем достаточно известный то есть значит сам доспех ламильярный провесили под ним находится в подобии стягача Николского как бы для того чтобы как бы был полное ощущение для того чтобы боец который хорошо упакован то есть не просто ламильярный доспех но еще и подстежка достаточно плотная ну и под ним находится ответственно сам боец да кусок свинины и кусок бойца да кусок бойца потому что свинина она близка по своим характеристикам к мясу человека только кожа толстоват и будем мы значит расстреливать все это дело различным острым оружием то есть меч с улицы, боевые стрелы, срезни, пробивные, клевец и так далее и в том числе попробуем стрельнуть из раннего огнестрельного оружия потому что мы как бы считаем что ну понятно что на нашу эпоху пересечения такого не было вот то есть с этим оружием но допустим более поздние там 15-14-16 века там то есть пересекался огнестрельное оружие с ламильярными доспехами пусть не в такой форме вот пластины которые на нем находятся они приблизительно ну скажем так типичные на ту эпоху то есть это 1,2 металл собраны на шнурках накожанных соответственно то есть таких я думаю ламильяров было достаточно много может быть они не супер типичные как говорится но это намного приближенная короче конструкция вот начнем мы пожалуй с рубящего оружия вот с меча давай я возьму меч ну основное наше оружие боевое это типичный карамель скажем так очень остро заточенный хорошая сталь поэтому мы будем наносить рубящий удар посмотреть что произойдет я думаю ну вот вы видите да результат то есть очень серьезная вмятина на неделю работа разрублен один ремешок но в общем то комментарии показал не сколько сейчас залезем пощупаем мясо кожа цела значит в общем то кроме большого синяка мы ничего не добились покажи на ламильяре друг на них синяк да я говорю на ламильяре разрублен раз шнуров два то есть при достаточно длинном текущем ударе при достаточно длинном текущем ударе вот видите да сколько всего два шнурка разрублено то есть конструкция очень жизнеспособная то есть все это будет еще очень долго держаться да ты вот мясо покажи показываю поросятов видите да вообще никаких то есть никаких повреждений соответственно это просто большой синяк не более того так я думаю с улицы тоже мы будем метать с расстоянием ну сколько 3 нет нет 3 это слишком в упор я думаю метров 10 10 10 оптимальная ближе то есть уже бессмыслено дальше она чуть-чуть назад дойдите подальше пошли назад вот почти мы тебя прошли прошли мы идем попало воооо наставщик подниться еще давай грудаж не поднимай блин ну все равно скользи Продолжение следует... Все-таки раздвинуло это доски и... В общем-то, это реально смерть. Потому что ушло... Покажись мне этого. Не-не-не, ну что ты подремел. Ремень с улицы. Вот здесь рассекла ремень и за счет этого того, что при ударе бочном, при рассечении она успела раздвинуть. Зато, вы заметили, чуть удар пошелся вскользь, тут же соскользнул. То есть, это был очень точный удар. Этот был чуть вскользь, он сразу соскользнул. То есть, все, что не летит в прямой проекции, возможно, будет отражено. Значит, следующее, давай, копьем острое. Мы думаем, значит, насчет щита. Почему со щитом? Подтойся, подтойся. Одним пусть, Серега, и другим попробуем. Мы думаем, что очень редко боец искользил две руки. Чаще, наверное, били все-таки за щита. Поэтому вот в этой проекции. на, тебе. В колючий копьем. Это более часто, наверное, встречающийся вариант. Есть! О, хорошо. Оставляй! Оставь! Серег, покажи мне Вот смотрите, внимательно Я сейчас внимательно наблюдал Даже если снимать покрупнее Другие не подходите Я потом покажу Вот здесь у него проекция Копья пошла не вот в этой, а в более плоской И соответственно он сразу остановил Как только он повернул вот в этой проекции Из-под низа Нет, нет, горизонтально То есть видите какая проекция Вертикальный А первый раз он ударил горизонтально Горизонтальный остановил удар, вертикальный прошил Но это тоже смерть Однозначно В дерево, да? Смотри куда угодно Вот она Просев, просев Она разлегает Нормально Иголка прошьет Сюда Сюда Смотрите Примощным ударом Он просто разорвал Ремешок Который скреплял За счет этого Пластину Он ее все-таки не пробил Он их раздвинул При ударе Ну как и с улицы Да То есть В принципе Мы как бы броню собрать будем Давайте мячом Коля еще удар на лесу острым Нашел Жесткий Но никак Жесткий Смотри Бей сильнее Сломай Удар Который редко встречался Я просто показываю Да ты развернулся 13 12 Эк Вот это в этой проекции То есть такой Сережа Повернулся Провернулся 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 Нашелся Ну просто да Куда попадешь Я думаю В принципе если попадает Чисто в металл Вот смотрите Два удара То есть прогибает И не более того Не более того Давай еще три тиража Нет Хватит У нас еще много всего Посмотрим что там на поросе Нет Ничего нет Никакого рассечения Нет А фуфальку проверим Еще раз Да нет Фуфальку все равно Значит у нас станут Подоспешный держит Так сейчас мы постреляем из лука Значит Обычным стрельнем И соответственно бронебойными Посмотрим Так Подождите Давайте ребят Все здесь Определитесь Дистанции Скажем так Это будет убойная дистанция Давайте возьмем Так что с этой дистанции Если С кем бьет Значит не убьет И в более дальней И наконечники Пусть покажут камеру Один вот такой Покажи Первый наконечник Покажи разные Еще какие есть Ну да Он их сразу Выставить Две еще Две 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 Ну ассортимент Бронебойные 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 В последнюю очередь Первая Такая Тахотничья Рогозова Вряд ли Ну никакой Она Да Скочил Не Ну просто Если на каких-то лесников напали А то в книжках часто пишут Они там Охотники замечательные И всех перестреляли Как показывает практика Перестрелять В доспехе Сережа Это в ютубе Это Матр Так Сейчас мы все посмотрим Ну что там Потом Бронебойные Бронебойные Войдет Ну так Напишешь Не-не-не О Серег Пластину вошла Не-не-не Саму большую Поплоти Поплоти Не-не-не Значит Рогозовая Стрела Она Просто Отлетела Наконец Его нету Серег Ничего Значит Вторая Средняя Стрела Даже Не вижу Вот Перед тобой Вот В основном Стреляют Чуть-чуть Бронебойная Стрела Почему-то Она Откочила Давай еще раз Ну и Видите Что Как она Называется Она На ногу Вошла Ребят Вот Вот Эта Стрела Несмотря на то Что она Вот 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 Стрела Несмотря на то Что она Воткнута В ремешок В ремешок, то есть попало в ремешок и в дырочку, за счет этого она воткнула. Сейчас мы еще раз бронебойную попробуем. Помощнее. Помощнее, да. Она, блядь, как СВД. Так, держите, пацана, чтобы он, не дай бог, нахуй, держите. Быстрее стрелы, либо. Пацан, поймай, пацан, кинул, блядь. Слушай, давай, сейчас, кинул, блядь. Пацан, держите. Пацан, держите. А, шило. Да нет, ну не берем. Не берем. Игорь, сколько натяжение твоим луке, чтобы вы знали? Пусть 18, да? Значит, резюме. 13 метров, натяжение 18 килограмм. Вот где-то 11 метров. Вот где-то 11 метров. Храм, ну все, храм, 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 храм. Храм, сейчас еще лук, Серег. Серег. Да, 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 да. Ну давайте, помощнее. Сейчас еще мощнее лук. Это, кстати, стрелание пробил, разбах, пробой. 13. 15, 13 в район. Да, то есть это, в принципе, достаточно убойное оружие. Сами понимаете. Уверь ты, похуй, я вас вижу. Хуй, односпециально. Штанха! В общем, гола не было. В общем, поросёнок цел. Не буду показывать, но поверь-ка на слово, что ничего нет. Не верю. Давай ещё раз подбомбуем. Опа, рассыпался. Зубы выбил. Рассыпался, потому что здесь уже было вот раз, два. Два ремня отрублена и за счёт вот этого вырвала. Сейчас посмотрим на поросёнок. Поросёнок цел. Поросёнок цел. Там сам плавно, как поросёнок. При ударе высыпались пластины, но, конечно, гематомы и есть. Но я думаю, что остальное цело. Но пластин, конечно, вот наблюдаете, да? То есть на груди это, конечно, будет такой вот синяк полсиски. Полсиски, да. Возможно, может быть, даже и по ребрам достанется очень неприлично. Но человек жив. Я считаю, что это не фатальное ранение. А, лук принесли, да? Более мощный лук. Пробил, конечно, но мимо. Но мимо дерево убил. Да, звук уже получше. И по мощности стрелы. Этот лук какой-то не убой. Это там лезвийный стоял. Это не важно. А дай бронебойник. А это какие? Потому что у тебя натяжение получше. Вот этот, конечно, сломал себе наконечник. Но вмял. В принципе, еще чуть-чуть и он бы прошел. Он сломал до этого? Нет. Ребят, он попал ровно в то место, где мы пробили копьем тонким. Именно туда. Вот. А так он сломал наконечник. Ну, в общем, синяк. Синяк по большому другу. Синяк. Синяк. Не-не-не. Вытаскивать там надо аккуратно. Не, ребят, сухую не вытащи. Эйди-эйди-эйди-эйди. И в руки выговоривать. Видите? Витёк, возьми рогателем с двух рук залони. Какой вариант. С двух рук. Попробуем. Постарайтесь прицелить вот эту часть, она еще не коксаная просто. Само по себе. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Камеру переставить. Альбин. Альбин, перенеси камеру. Альбин. Альбин, перенеси камеру. Нет. Все опухнили. Все раз. Это жарко. Нет. Все раз. Нет. Вот у шила. Ну вот видите. Нормальные. Такие вмятины. Отрогательные. Но. Все таки металл не пробивает. Я думаю что. Я думаю что. И поросенок цел абсолютно. Большой. Давай топор. Метательный топор. Так. Ну теперь попробуем а-ля метательный топор. Заруби его серьезно. Давай. Считай. 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 Шесть. В принципе такая дистанция. Достаточно убойная. Дальше. Бессмысленно. Сзади уйдите. За дерево да? Считай. Скоро. Вопчинь. А он этой кромкой попадает. Или к чему? Он рукой еще. Да. Так. Руки. Шаг. Шаг вперед. Вот. Попал. Лобок. Абушко, он как пролетит, тоже мало не покажет, шоу. Вперед, не сбивать фонталы тут, шаг назад, я мучу его. А вот теперь ты попал и он не пробьет. Может дальше еще попробовать, но я думаю... Эффект тот же самый. Откакивает. Так, ну осталось нам что еще из острова-то у нас есть? Ружье! Сейчас мы шмальнем из ружья, правда, туда идет. Слушай, как ты попадешь вот в часть? Не знаю, буду стараться, ни разу не стрелял, е-мое, хрен его знает. Не надо повыше, я присяду. Пуле у нас еще есть, все-таки нашли. Под сузуком вырыли. Под сузуком вырыли. Под сузуком вырыли, все, машину перерыли. Весь нахер перерыли, понимаешь? А под сузуком они лежали. А что, и мою палатку вырыли? И твою вырыли, да. Плату вкопали. Я не буду, я сейчас заряжу. Кто будет стрелять? А что вы его дмилили? А что вы его дмилили? Не промахи. Не, пускай, не верь, не стрелять. Не, не, а лежок сейчас ешь. Отходи. Я понял. Я не знаю, я где ж помню. Она здесь наиболее целая, а? Она здесь наиболее целая. Я понял. Может даже поближе, чтоб не промахнуться. Думаешь? Ну да. Да поближе подойди. Попал мне. Нет. Ты зарядил. Я отвернулся, блядь. Может поближе? Правда. Нормально. Ёс, только ты лицо немножко отворачиваешь. Я понял. А то обожжет. Заводи курок. Не, быстро, курок заводи. Ёс, это не СВД смотри. ВОГ! Тепен застрял там. Короче, попадание пули, конечно, это покойник. Пластинка не просто разорвала. Это не моевод, не дерево. Вот она, если посмотреть, я вам покажу. Пиздец. Дырка конкретно фантальная. Я даже вам больше скажу, внимание, все сымают, все сымают. Человек уже вылечить невозможно, потому что вот это, все это внутри. Попробовать, конечно, можно. Я замечу, что он попал в ту часть, которая была целая. То есть здесь ничего не рваная было, не драная. Давай еще. Серег, давай снажажем. На коротком ударе. Не, ну, сожжай. А может я сожжу за дерево, а он кто-нибудь стрельнет? Я бы за дерево стрелью. Я стеснусь. Пуле пососим. Попробуй. Зачем эти сложности? Давай еще раз бабахну. Пуля там, по-моему. Пуля там, по-моему. Пуле, под ней ткань. Под ней ткань, а ткань не порвана. А, она не порвана. Ткань не порвана. Она, скорее всего, выскорена. Смотри, где порох, она черная, да? А где бьет, она светлая. Да? Смотри, пуль целый. Зачем они с прорезью, Олег? Да это же рыболовный. На, подержи. Тоже рыболовный. Вот. То есть, входит такая, да? А выходит, а выходит вот такая. С куском печени, да? И со свистом. Ура! Вот свинец, да. Летает, да. Первый материал, который научились плавить, был даже свинец. Потом уже с металлом стали заморачиваться. Это вечный, вечный материал. Я вкратце подведу итоги, чтобы что мы выяснили. Значит, рубящее оружие может наносить, конечно, при очень-очень сильном ударе. Я думаю, конечно, можно сломать ребро, в принципе, да? То есть, повредить что-то такое. Но прорубить человека, так, достаточно проблематично. Вот. То же самое касается топора метательного. То есть, удар будет достаточно серьезный, но, в общем-то, не фатальный для человека совершенно. Значит, что касается колющего оружия. Как показал опыт, значит, в горизонтальной проекции, если лезвие входит вот так, то это практически непробиваемое. Потому что вот здесь было, там видно, что маленькая дырочка и лезвие просто застревает в металле. В вертикальной проекции есть шанс того, что раздвигаются пластины за счет того, что немножко вот это... И может проскочить удар. То есть, убьет. С улицы то же самое. Если проекция чуть боковая или нет четкого прямого удара, скорее всего, она ее сбросит. Вот. Соответственно, то же самое. Если с улицы идет прямым хорошим ударом, под наклодчиком, то есть, она может найти вот эту дырочку за счет вот этих подвижных ремней. Ну, и с улицы тоже убить можно с небольшой дистанцией. Вряд ли с большой убить можно. Что касается стрел, как мы выяснили, значит, мы пробовали два лука. Ну, один приблизительно на движение 18 килограмм, второй сколько? 21. 21, да, но дистанция, в принципе, детская. Это 15 метров каких-то, может быть, 12. В принципе, очень убойная дистанция для этой. Но, тем не менее, как показала практика, все стрелы отскакивают, не причиняя вообще никакого вреда. Единственное, что, конечно, они могут тоже найти в более ранних дырках что-то проскочить, но это понятно. То есть, целый доспех они просто отбивают. То есть, не наносят даже маломальские раны. Соответственно, что у нас еще там? Клевец. При всем его пробивом способности тоже может за счет очень, как бы, концентрированного удара выбить пластины, нанести, ну так, синяк поставить. Может быть, даже повредить что-то в костях. Легкую травму, блин. Да, травму, ну, опять же, смертельную травму. Это клевета Чикаго. Что еще мы использовали? А, это самое. У нас была рогатина охотничья, да. Как бы, один, значит, мы попробовали с одной руки со щитом. Результат тот же самый. То есть, можно убить, да, именно в боевой. Рогатин из двух рук за счет вот этого широкого расхождения наконечника. В вертикальной проекции, если попадает чисто в металл, вот, раз, два, три удара, они, в принципе, в металле остаются, то есть, завязаны. Соответственно. Ну, и последнее, что у нас было, это раннее оружие огнестрельное. Вот. Ну, на десятый век они, конечно, не пересекались, но пересекались более поздние. И, соответственно, принцип тот же самый. То есть, сборки ламеляра, металл. Вот. Я думаю, что, как бы, это показатель того, что огнестрельное оружие, конечно, ну, дистанция опять была детская достаточно. Но показатель того, что если пуля попадает, то уже ни один доктор не заштопает, она просто туда, не просто пробивает, а просто выхватывает пластину и уносит. И с собой, забирает его с собой, да. Да, соответственно, это сразу покойник. То есть, завывание Сибири ермаком при наличии огнестрельного оружия, никакие батыры там супер упакованные в доспех, просто нечего там ловить было. Соответственно, это сразу смерть. Даже, я так понимаю, попадание в любую часть тела, нога, рука, это фатально. Ну, в общем, вот так. И японские самураи тоже узнали об этом, да? Да. Ну, надеюсь, всем было интересно. Всем спасибо. Всем спасибо. Не берет ни лук, по большому счету. Лук что-то вообще не забирает. Не берет клевец, что, блядь, для меня, честно говоря, удивительно. То есть, именно не пробивает дырку. Вероятно, за счет того, что вот эта подвижность пластины для... ...потому что доспех цельный, он все-таки пробивает металл. Вот у него более лист металлический. То есть, дырявит, как делать некто и рыцаря в нем завалить. А в ламеллярном доспехе уже... А в ламеллярном доспехе уже... Да, не так просто, как выяснилось. Получается, пластичный доспех. Совершенно, получается, пластичный доспех. Да, пластичный доспех. Да, пластичный доспех. Чем кераса, допустим, кажется. Ну, просто разорвало от дерева. Да, это результат выстрела из огнестрела. То есть, металл не просто там как бы вминает, но еще разрывает его пули. Это вот клевец, похожий удар. То есть, металл гнется, да. Конечно, на теле будет не очень комфортно, но, тем не менее, не убьет. Сломанные ребра. Вот, соответственно, при ударе просто часть пластины высыпается, что, как бы, уменьшает силу удара вообще по телу. За счет того, что пластины высыпаются. Ну, тогда... Все сказал. Все сказал. То есть, пластичный доспех очень-очень-очень-очень. Ну, в отличие от качоги, он вообще самый мед. Да, в качогу бы стрелы вошли. Ну, вот, да. Продолжение следует...